На фоне происходящих в регионе событий, а именно усилений партнерства Азербайджана, России и Ирана, армянские власти решили утешить свой народ, пообещав ему возродить экономику Армении за счет экспорта. Такие заявления в этой республике явление частое. Армянский премьер-министр делает их периодически, порой называет даже сроки. И как результат, экономическая ситуация в Армении меняется, но по-прежнему только в худшую сторону. Одним из последних минусов стали статистические данные за первые шесть месяцев текущего года. Объемы производства муки сократились на 16,7%. Спад обусловлен отсутствием у граждан Армении денег, а потому и спрос на продукт первой необходимости, хлеб, значительно уменьшился. По сравнению с прошлым годом, производство муки снизилось на более чем 30%. И таких проблем у армянского народа не один десяток. Вот только решать их в Армении некому. Армения, конечно, сейчас находится в состоянии как бы цук-дзванга, да, это, так сказать, шахматный термин, когда ей, по сути, она загнана в тупик. И ей надо выходить из всего этого. Мы видим то, что происходило в Армении на протяжении нескольких дней. В связи с захватом криминальными элементами полка постпатрульной службы пошли масштабные акции, недовольство сложившейся ситуации, недовольство экономическим положением, политикой, которую проводят Саркисян и официальный Ереван и внутри страны, и за пределами страны. Не до проблем простого населения руководству Армении уже последние 25 лет. У него есть вопросы посерьезнее. Уже не в первый раз армянский президент позволяет себе заявлять о том, что якобы оккупированный Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана, тем самым ставя крест на текущем при активном посредничестве Кремля переговорном процессе по урегулированию конфликта. С какой стати вообще он делает такие прогнозы? Он сейчас в таком состоянии, что ему лучше думать о сегодняшнем дне, о том, как вытащить страну из этого застойного состояния, кризисного состояния, с которым столкнулась Армения. Думаю, что вот реча между Путиным и Саркисяном может внести определенную ясность. Понятно, что сразу же в этом вопросе, в решении Карабахского конфликта, точка поставлена быть не может. Но все идет к тому, что Ереван, его верхушка, президент Саркисян понимают безвыходность сложившейся ситуации. И он все больше оказывается в тупиковой ситуации, где ему необходимо просто признать очевидные вещи, пойти на определенные уступки и перестать делать вот такие вот далеко идущие, абсолютно безосновательные заявления, которые под собой не имеют абсолютно никакой почвы. Российский эксперт Сергей Маркедонов считает не случайным тот факт, что встреча Владимира Путина и Сержа Саркисян будет проходить сразу после переговоров президента России с главами Азербайджанской и Турецкой республик. Москва заинтересована в развитии отношений и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Турцией. Москва будет пытаться свой интерес очень по-разному излагать. Так, чтобы не допустить масштабного возобновления военных действий. Для Москвы это крайне важно, чтобы сохранить особую роль в процессе урегулирования. Да, в рамках Минской группы и не протестуя против нее, но при том, чтобы дополнительно иметь формат, где российская будет роль. Почему с Арктианом это важно сейчас? Ну, в Армении произошли крупные протесты. Пожалуй, наверное, вот за последние пять лет самые такие крупные, в том смысле, что это не просто протестные действия, в том числе силовые действия. И в этих силовых действиях фактор России тоже был важен. Те люди, которые, так сказать, осуществили эти силовые действия, довольно критически оценивают роль России. О чем поговорить президентом России и Армении точно будет, подытоживает Сергей Маркедонов. На повестке дня, по его мнению, будет и вопрос об уравновешивании военно-технического сотрудничества. Известно, что его Москва осуществляет и с Баку, и с Ереваном. Разница лишь в том, что Азербайджан вооружение приобретает самостоятельно, на собственные средства. Армения же на условиях кредита, и потому поставки получает несвоевременно. Это также накаляет ситуацию в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, и армянская армия периодически совершает вооруженные провокации против Азербайджана. Тем самым Армения создает реальную угрозу региональной и международной безопасности. Я не исключаю военных способов, безусловно. Я, конечно, за мир. Эскалацию подобную апрельской я бы исключать вовсе не стал. Если она не будет происходить, то потому что совокупность факторов будет складываться тем или иным образом. Апрельская агрессия вооруженных сил Армении в отношении азербайджанской стороны еще раз продемонстрировала. Нагорно-Карабахский конфликт в любой момент может вновь перейти в фазу войны. Военные противостояния с азербайджанской армией приведет к кровопролитию, которая в итоге завершится поражением Армении. Это лишит последнюю оставшихся у нее и без того дефицитных ресурсов. Официально Ереван, симулируя желание вести мирные переговоры, ухудшает шаткое экономическое положение в Армянской республике. Встреча Владимира Путина и Сержа Сарксяна состоится 10 августа. И, как верно подмечают армянские СМИ, глава Армении отправится в Москву в поисках ответов на беспокоящие его вопросы. А накопилось их у армянского президента в последнее время немало. Решать же их самостоятельно в этой республике так и не научились.